Литва, Каунас. Небольшая фирма Аурико печатает этикетки. Почти 70% продукции идет на экспорт в страны еврозоны. Литва страна небольшая. Здесь столько товаров-то не производят, сколько этикеток печатают. Но вот перейдет страна на евро, и сбыт гораздо лучше пойдет, надеются на фирме. Для нашей страны и нашей фирмы евро – это престиж. Это кредит доверия у наших иностранных покупателей и партнеров. Первоочередная задача для Литвы еще в этом году снизить дефицит бюджета до 3%. Это важный критерий для присоединения к еврозоне. Несмотря на долговой кризис, несмотря на печальный пример Греции, Литва хочет получить евро. Мы полностью разделяем позицию правительства Германии. Наша цель – солидные финансы и сбалансированный бюджет. Мы хотим еще в этом году выполнить все мастерские критерии. И как можно быстрее войти в еврозону. По возможности, уже в 2014 году. Для этого правительство Литвы ввело режим строжайшей экономии. Сокрещены пенсии, зарплаты чиновников урезаны на треть. Безработные получают пособие всего 8 месяцев. И то в пересчете получается не более 180 евро в месяц. Я одна воспитываю двоих детей. Это пособие по безработице, которое они платят, курам на смех. А тут еще налоги. Даже на рынках ввели торговые весы с кассовым аппаратом. Финансовое управление потирает руки. Сбор налогов растет. Но а продавцы на рынке жалуются. Весы эти нам так дорого обходятся, что для себя заработка остается все меньше. Вот и получается. Хочешь евро, туже затягивай пояс. Но Литва подает пример многим странам еврозоны, которые годами тратили больше, чем зарабатывали. Субтитры создавал DimaTorzok